Кыргызстан вступает в таможенный союз. Республика решила практически все связанные с этим вопросы. Чем ближе это событие, тем тревожнее в самом Кыргызстане. Страна всегда нуждалась в импорте, поэтому она когда-то и вступила в ВТО. Экономисты опасаются, что таможенный союз ограничит количество импорта. К тому же прогнозируется повышение цен и безработица. Однако в правительстве Кыргызстана уверены, что вступление в таможенный союз улучшит благосостояние граждан и поднимет экономику республики на новый уровень. Это Дурдой – самый крупный оптовый рынок в Средней Азии, который находится в Бишкеке. Более 20 лет сюда привозят товары, которые затем расходятся почти по всем базарам соседних республик. Ирлана Шралиев оптом продает мужскую одежду, привезенную из Турции и Китая. Сейчас он опасается, что его бизнес закроется из-за ограничений, которые ведут после вступления Кыргызстана в таможенный союз. Надо какие-нибудь условия создавать для Дурдой уже. Какие-нибудь условия таможенной, например, коэффициент растаможки снизить, помощь, например, на 2, на 3, на 4 года, чтобы люди привыкли к этому ситуацию. Рынок Дурдой – это огромная точка реэкспорта. То есть местные торговцы получают прибыль с перепродажи. Теперь они боятся, что такой способ торговли будет невыгоден. Они говорят, что если обувь стоила 500 сом, будет стоить 1500 – это блеф. Такого не будет. Ну, может подорожать на 100-200 сомов, не более. Средства массовой информации, Министерство экономического регулирования, в частности, и правительство, не делают должного внимания, чтобы простой предприниматель, простой гражданин Кыргызстана, должен знать, что такое таможенный союз, что будет в таможенном союзе. Сама Дамира Долоталиева еще три месяца назад была против вступления республики в таможенный союз. Тогда торговля остановилась, и она считала, что экономическое объединение с Россией, с Казахстаном и Белоруссией для ее страны – неправильный шаг. А сейчас она думает совсем наоборот. Сейчас все устаканилось, ни один контейнер сейчас не продается, снять контейнер в аренду практически невозможно, открылся потихонечку сезон. Торговля над Ордой идет, но уже не в том полном объеме, как раньше. Торговцы говорят, из-за ограничений на границе с Казахстаном. Казахстан укрепил свои границы, Мадейн, Китай, Турция практически невозможно вывезти товар. Для легкой промышленности Кыргызстана таможенный союз – это новый рынок избыта. По предварительным подсчетам, одежда считает республикой на 90% по обеспечению страны таможенного союза. Фактически, кыргызские текстильщики будут вне конкуренции. Мы видим только одного конкурента в странах таможенного союза – это Белоруссия. Недавно приезжали оптовые поставщики тканей в Белоруссию. Они заявляют, что у них упали объемы на 30% в Белоруссии. То есть, около 200 фабрик закрыты в Белоруссии, именно не выдерживая конкуренции с нашим производством, с нашей легкой промышленностью. Представили вашему вниманию некоторые товары, цены на которые изменятся. Эти митинги прошли в начале этого года. Некоторые неправительственные организации таким способом выражали протест в связи с вступлением Кыргызстана в таможенный союз. Например, Toyota Camry 2001 года выпуска в старом 25-м кузове с объемом 2,2 литра. Сейчас ее растаможка стоит 650 долларов. После вхождения в таможенный союз растаможка обойдется в 8 тысяч евро. За такую цену мы в Кыргызстане сейчас можем купить две машины. Эти самолеты – это символы и знаки тех авиакомпаний, с которыми сотрудничает наше Кыргызское небо. И это наши торговые пути. У Кыргызстана нет своего производства. Бюджет республики пополняется за счет реэксперта. Поэтому в свое время страна вошла в состав Всемирной торговой организации. Поскольку данные нам обещания перед Всемирной торговой организацией, перед членами Всемирной торговой организации, они обязательно требуют нашу, устанавливают нашу ответственность перед этими странами. И теперь, если мы будем менять правила игры в сторону ухудшения вхождения в таможенный союз, это значит, мы вместе с членами таможенного союза будем отгораживаться от остального мира. Если Кыргызстан войдет в таможенный союз, то должен провести переговоры по таможенным пошлинам со странами-партнерами по Всемирной торговой организации. Но как они пройдут, никто не знает. Наверное, нам надо будет опять переговариваться. Это очень дорогой и очень тяжелый процесс. Об этом правительство пока не объясняет, какими силами и как оно будет это делать. Население Кыргызстана обязательно проиграет, экономика Кыргызстана обязательно проиграет. Я не думаю, что у нас возникнут большие проблемы. Мы это все проблемы совместно с нашим партнером по таможенному союзу будем решать. Если вспомнить слова Алмудвега Шершенча, что Кыргызстан хотел бы встретить Новый год, 15-го года Новый год уже в составе таможенного союза, то времени остается немало. Это обсуждали и во время недавней встречи членов правительства Кыргызстана и Казахстана в городе Чолпаната. Там еще раз рассмотрели дорожную карту, которая была представлена в мае в Астане. По требованиям стран таможенного союза Кыргызстан должен был выполнить 102 пункта из 181. Но республика пока не готова к этому. Все упирается в финансы. А эти затраты необходимы на приведение в соответствии нормам таможенного союза таможенных постов. Это касается оборудования, которое имеется в целом укрепления границ. Есть нормы, которые требуют наличия определенных лабораторий. По данному финансовому вопросу Казахстан еще не дал точного ответа. Для начала республика рассмотрят это на уровне правительства. Мы просим поддержку и помощь со стороны Российской Федерации. Мы эту помощь уже договорились и подписали соответствующее соглашение. В Кыргызстане будет создан фонд поддержки развития, Кыргызско-российский фонд, который будет оказывать поддержку именно в рамках адаптации нашей экономики к требованиям таможенного союза. Нынешние торговые отношения Кыргызстана со странами таможенного союза хорошо показывают эти цифры. С России 27,1%, с Казахстаном 11,9%, а с Белоруссией всего 1,6%. А что может Кыргызстан экспортировать и импортировать после вступления в таможенный союз? В Россию овощи и фрукты, хлопок, стекло, электромашины, лампочки и радиаторы. Из России ГСМ – черный и цветной металл, изделий и ценного металла, химикаты. Казахстан – электроэнергия, молочная продукция, овощи и фрукты, скот, одежда и стекло. Из Казахстана – неорганическая и химическая продукция, зерновые, уголь и минеральное сырье, пшеничная мука, табачные изделия, сахар и кондитерские изделия. В Белоруссии – только радиаторы. Из Белоруссии – сахар, изделия из резины, транспорт и запчасти к ним. Если вот этот свитер мы посчитали, сейчас в данное время стоит 300 сон, с Турцией, которую привезли, 300 сон. Это оптовиков для Казахстана, это идеальная цена. Это в Казахстане стоит сейчас в данное время 380 сон оптов стоит. У нас 300 сон, есть 2 доллара разница почти что. На случай вступления Кыргызстана в таможенный союз торговцы на рынке Дордо уже пересчитали на все цены свои товары. Результат их не обнадеживает. Если Транспорт-Таможенный союз, мы посчитали, то, что нам правительство сейчас сказал, цены, которые будут после Транспорт-Таможенного союза, вот эта цена будет, 420-440 сон будет такая цена, мы посчитали. И в Казахстане вот такая цена будет, 420-440 сон будет. Теперь сами подумайте, казахи что, не умные, мы умные, да? Они сюда будут, 300-400 километров сюда приезжать за этим ценой, что ли, когда у них на носу это своя, такая же цена. До сих пор точно не ясно, какая политическая и экономическая ситуация сложится в Кыргызстане после вступления в таможенный союз. И сами эксперты, и даже торговцы с Дордо строят одни лишь предположения. Транспорт-Таможенный союз.